Привет всем и добро пожаловать на канал Конг. С вами Кин и новая экспериментальная рубрика Сериальные новости. А экспериментальная она потому, что это самый первый выпуск. И если вы комментариями и лайками покажете, что он вам понравился, то я буду делать еще подобные ролики. А если же вы в один голос скажете Фу-фу-фу! Ну или что-то в этом роде, то у меня больше не будет на канале данной рубрики. Так что тут все зависит только от вас. И в особенности от тебя. Сегодня из выпуска вы узнаете, что пацаны имеют против супергероев, Какая тварь показала нам свое лицо? И почему Мастер Чиф теперь Лепрекон? Погнали! А начнем же мы, пожалуй, с того, что прошлая неделя порадовала нас громким стартом финального сезона Игры Престолов. Первая серия, как по мне, была просто шикарная. Больше всех мне доставляла Дейенерис с ее взглядом в стиле Like a Boss. Вообще, я просто очень люблю Эмилию Кларка, поэтому 90% моего взгляда в сериале акцентировано именно на нее. Кстати, о взглядах. В недавнем интервью Джимми Кимбелу Айзек Хемстер Трайт раскрыл тайну своего глубокого, пронизающего взгляда Брана Старка. Который вот этот вот. И все оказалось довольно просто. Айзек, ну, очень плохо видит, поэтому в жизни он носит очки. Но на съемке он даже не надевает контактные линзы. Так что это не взгляд в стиле... Я вижу все. Это взгляд в стиле... Че там вообще происходит? А в то время, пока один финальный сезон только начался, другой подходит к концу. На прошлой неделе вышла предпоследняя серия сериала «Готэм». Последняя же выходит 25 апреля. А от Lost Film 27-го. И, кстати, что примечательно, судя по кадрам, в последнем эпизоде роль Селины Кайл исполнит Лили Симмонс вместо Камрен Бекондовой. А знаете, Готэму еще повезло, так как он получил свое официальное завершение. В отличие от сериала «Одаренные», которые из-за рейтингов были закрыты после второго сезона. Но там, где одни герои уходят, другие дают на себя взглянуть. В сети появился первый тизер сериала «Болотная тварь». Сам сериал нам расскажет о ученом, в ходе несчастного случая ставшем гигантским болотным монстром, наказывающим плохишей. И, кстати, вот недавно данный сериал совсем немного кастрировали. И вместо 13 заявленных серий мы увидим лишь 10. Что ж, если сериал будет на одном уровне с «Патрулем» или теми же «Титанами», то я уже очень жду его. Но не одним трейлером богаты, а двумя. В сети появился первый трейлер сериала «Пацаны». Не-е-е, не эти. Наши пацаны сняты по комиксу Гарта Энисона и Деррика Робертсона. Сериал познакомит нас с миром, где супергерои те еще мудаки. Они дерутся между собой, употребляют запрещенные вещества и могут случайно, даже не запариваясь, убить невиновного. Контроль за такими героями осуществляет спецотряд ЦРУ «Пацаны». Который может не только усмирить супера, но также и завалить. И, судя по трейлеру, нас ждет мощная, брутальная, жестокая, нестандартная супергероика. О-о-о, как я ее люблю. Кстати, я себе уже заказал два первых тома «Пацанов», которые я думаю разыграть среди подписчиков. Напишите в комментариях, как вам такая идея. И я все же думаю, что сериал будет лютой годнотой. Но не может после такого трейлера сериал быть говном. Ссылка на трейлер в описании. Но вернемся к более привычной супергероике и заглянем на седап, к флэшу. В сериале которого появился... БОН СКОРОСТИ Нет, ты хорошего пути. И я бы прошел мимо этой новости и даже не упомянул о ней, если бы его не выставили таким ничтожеством. Признаюсь честно, я не читал серию комиксов с Готспидом. Но насколько мне известно, в комиксах это новый крутой злодей. Новый относительно других противников флэша. Повлиявший не то, что на флэша, а на весь Централ Сити. Сейчас будет небольшой спойлер. И если вы не хотите его знать, перемотайте на... Вот это время. В сериале его одолела Нора. Только получившая силу. Да, кстати, еще из новостей канала. У меня вышло мое мнение о фильме Хеллбой. Да, я знаю. Затянул, фильм вышел 100 лет назад. И все уже кто можно его разобрали. Но суть в том, что мое мнение касательно этого фильма немного отличается от мнения других блогеров. Да, мне понравился новый Хеллбой. Также на днях стало известно, что броню мастера Чифа в сериале Пахало на себя примерит канадский американский актер Пабло Шрайбер. Более известный за роли в сериалах Оранжевый хит сезона и Американские боги. Ну а напоследок мы поговорим о чем-то прекрасном. В сети появился первый тизер четвертого сезона сериала Люцифер. Но осторожно. Им можно обжечься. Сам же сериал после столь долгого перерыва возвращается к нам 8 мая. Так что не забудьте поставить напоминание на этот день. И напоминаю, что теперь Люцифер выходит под эгидой Netflix. Что ж, всем большое спасибо за внимание. И если вам все понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также в описании вы найдете ссылку на мою инсту и на мою группу в ВК. Где я время от времени также выкладываю те или иные новости. И также буду очень рад, если вы будете предлагать мне адекватные новости в группу. Также в группе вы можете поддержать мой канал рублем. Мне это очень поможет. Ну и само собой я жду ваших комментариев по поводу того, понравился ли вам данный выпуск или нет. Но независимо от того, что вы выберете, я вам пожелаю только интересных сюжетов. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok